Привет, Амина! Я нашел решение проблемы с заголовком. Смотри, но это решение будет не совсем обычным, а оно будет немножко оригинальным. Потому что этот видеокурс, который ты смотрела и по которому создавала сайт, он немножко, конечно, уже устарел и уже является стареньким таким, да? И мы на нем использовали тему Inceptium, то есть вот такую тему, где заголовок так прокручивается, да? Вот. Сейчас я покажу, как можно решить эту проблему. Но мы не будем с тобой влазить в код, да, там где-то что-то изменять, настраивать. Мы сделаем это по-другому, потому что это очень долго, а у меня сейчас на это нет много времени. Мы это сделаем совершенно по-другому, оригинальным способом. Я надеюсь, он тебе понравится. Итак, покажу, что мы сейчас с тобой сделаем. Зайду на свой сайт. Смотрите, это мой сайт. И это тема моего сайта, да? Вот. Эта тема, она максимально универсальная. Раньше я считал, что вот эта тема максимально универсальная. Ну, в то время она и была как бы такой универсальной, да? Вот. Сейчас, на самом деле, вот эта тема самая лучшая, которую я вообще нашел и ей пользуюсь. Я ей пользуюсь на всех своих сайтах. И на веб-студии, и на сервисе Boogerman, да? Вот во всех этих сайтах я использую эту тему. Потому что она вообще имеет полные настройки и по заголовку, и по слайдерам, и по всем, по всем, по всем, по всем параметрам. Она имеет полные настройки, и можно сделать как хочешь. Итак, давай покажу, что я имею в виду. Смотри. Ну, сначала, что это за тема и какую поставить. Покажу. Например, ты используешь эту тему. Нажимаешь, как обычно, на переход в панель управления. Далее, внешний вид темы. Далее, нажимаешь добавить новую. И сюда, сейчас я тебе покажу, какую тему надо прописать. Прописываешь название этой темы. Если не ошибаюсь, правильно произносится. Кажется так. То есть, вот это название этой темы. Ты прописываешь вот сюда и добавляешь новую тему. Не пугайся, что у тебя сейчас будет новая тема, и у тебя пропадут какие-то старые настройки. Этого ничего не произойдет. Ты еще будешь, наоборот, очень рада тому, что у тебя тема будет намного красивее, совершеннее, современнее. И самое главное, она будет отлично отображаться и на мобильной версии. То есть, и на телефонах, и на планшетах, и на всех устройствах. В общем, вбила эту тему. Вот она называется, как она выглядит. Нажимаешь установить. То есть, устанавливаешь. А далее, ты ее будешь настраивать. Как настроить, я тебе тоже скину ссылочки на видеоуроки, как настраивать эту тему и как красиво ее оформить. Тут нажимаешь активировать. Ну, давай обо всем по порядку. Вот мы ее активировали. А я, для примера, буду показывать на своем сайте, чтобы тебе было понятно, как это будет выглядеть в будущем. Смотри. Нажимаю здесь настроить. Далее. Сейчас у меня откроется. Далее. Вот здесь у тебя будет такая надпись. Изображение, заголовка. Нажимаешь сюда. И смотри. Я тут уже одну загрузил. Ну, ладно. Нажимаешь кнопочку добавить. И я уже как бы загрузил картинку. Поэтому это показывать не буду. Вот, я выбираю картиночку. Нажимаю выбрать. Вот такая картинка. Можем ее полностью вставить. Допустим, не обрезать. Не обрезать. И установим, да. Вот так она будет выглядеть. Давай сохраним. Я открою это в новой вкладке. Одну секундочку поставлю на паузу. Прервались на минутку. Был звонок. Итак, смотри. Амин. Ты видишь, что мой сайт. Да, вот такой идет колонка. Колонка идет, да. Тут большой фон у нас, да. Расстояние фона. Тоже за это не переживай. Сайт можно строить любым способом. И в полную ширину. И много-много вариантов. Ты потом все это увидишь в видеоуроках. Итак, смотри. У нас сейчас картинка-заголовка расположена под меню. Это первый вариант. Сейчас давайте я покажу, как располагать картинку-заголовку сверху меню. Так тоже это здесь возможно. Итак, а для начала, я думаю, это слишком широкая картинка. И давай мы ее обрежем и сделаем меньше. Итак, вернемся сюда. Вот. И нажмем скрыть. Нажмем добавить. Как обычно, выберем. Нажмем здесь редактировать. Сейчас мы ее здесь сделаем чуть поменьше. И тогда уже установим. Также обрезать можно ее и в медиафайлах. Так, ну пускай будет вот так. Все, обрезали. Сохранить. Обновить. Так, так, так. Ждем, ждем, ждем. Ну давай. А, ну ладно. Перейдем сюда. Сейчас, секундочку. Поменяем все это дело. Просто я считаю, картинка очень большая, слишком широкая. Лучше ее обрезать и сделать поуже. То есть, сделать заголовок поуже. Нажимаем сюда. Изображение, заголовка. Далее здесь скрываем. Это удаляем. Нажимаем добавить. И выбираем наше изображение, которое уже поуже. Вот это. И вставляем. То есть, уже будет вот так. Не обрезать. То есть, вот таким вот образом, да? Нажму сохранить. Теперь смотри, давай расположим это изображение не под меню, а сверху меню. Нажимаешь вот здесь назад и дальше прокручиваешь здесь ниже, 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 ниже. И вот тут такая надпись. Заголовок. Нажимаешь сюда. Смотри. Тут полная настройка вот этой верхней нашей шапки. Есть логотип, заголовка. Что это такое? Это вот моя картинка здесь стоит, да? Картинка. Она может быть как квадратной, так может быть и прямоугольной, да? Небольшого размера, вот такая вот прямоугольная. Здесь можешь поставить свой логотип. Далее. Здесь ты выбираешь, что показывать. Показать только логотип, допустим. А текст не показывай, да? Можно так сделать. Сейчас загрузится. Увидишь, да? Можно показать только текст. То есть, будет только текст, без логотипа. Да? Вот так можно. А можно показать оба. Так, показать оба. Сейчас загрузится. Так, пускай останется показать оба. То есть, ты поняла, что это тоже можно все настроить. Далее. Теперь вернемся к расположению заголовка. По умолчанию расположение заголовка идет у нас снизу, да? Можем сделать его сверху. Вот здесь ставим точку. И у нас расположение заголовка будет сверху. Давай нажмем сохранить и посмотрим, это в другой вкладке, как это будет выглядеть. Обновлю страницу. То есть, вот так, допустим, это будет выглядеть. Заголовок будет сверху, а твое меню снизу. Вот тут немножко некрасиво то, что название сайта, да? И здесь такой вот пробел, да? То есть, тут можно просто подредактировать. Либо картинку убрать, либо текст убрать. И оставить только меню и заголовок. То есть, можно сделать так, чтобы было красивее. То есть, ты отключаешь отображение надписей, да? И отображение логотипа. И тогда у тебя будет под меню такая вот штучка. Ну, давай это сделаем тоже, да? Чтобы было все красиво. И ты поняла, как это будет выглядеть. Выглядеть точнее. Вот в разделе «Показать» нажимаем вот здесь вот «Отключить». Нажимаем «Сохранить». Сохранили. Теперь обновим страницу и посмотрим, как это будет выглядеть. То есть, вот так это будет красиво выглядеть. Вверху заголовок, а внизу меню. То есть, таким образом. Или давай поменяем. Еще раз покажу. То есть, когда мы сейчас поменяем позицию заголовка, допустим, позиция будет снизу. Сохраняем. Возвращаемся сюда. Нажимаем «Обновить». То есть, можно сделать так, что меню будет сверху, заголовок снизу. Итак, я верну все назад. Позиция пускай будет сверху. Сохранить. И пока так оставлю. Также, давай я тебе покажу еще один способ. Ты меня спрашивала, чтобы заголовок не прокручивался. Как это сделать? Смотри. Это можно реализовать с помощью виджета и слайдера. Так, я это сейчас тебе продемонстрирую. Итак, давай отключим этот заголовок полностью. То есть, мы сейчас вернем позицию снизу. Ну, я просто хочу восстановить положение сайта, да? Свою, какое оно есть, да? Нажимаю «Сохранить». «Сохранить». Дальше. Вернусь сюда. Сделаю назад. Не, у нас... Так. Да, все правильно. Изображение заголовка мы скрываем. И нажимаю «Сохранить». То есть, у меня сейчас отображается только меню и все, да? Никакого заголовка нету. Смотри. Мы сейчас это реализуем с помощью виджета и слайдера. Как это делается? Сейчас у меня откроется. Заходишь сюда. Смотри. Если у тебя не стоит на сайте слайдер «Мета слайдер», то тебе его нужно будет поставить. То есть, по этому названию «Мета слайдер» тебе нужно установить этот плагин. Заходишь в плагин, добавить новый, устанавливаешь «Мета слайдер». Далее, смотри. Есть раздел «Внешний вид», «Виджеты». Заходишь в виджеты, и вот здесь есть такой раздел. Сайтбар, заголовка. И вот сюда мы поместим наш виджет с картинкой или со слайдером, и он будет нашим заголовком. Как бы, да? Сейчас мы это с тобой провернем. Итак, вернусь опять на свой сайт. Закрою. Так, виджеты оставлю открытыми. Сейчас это все закроем. Подождем загрузку. Так. Смотри. В общем, когда установишь плагин «Мета слайдер», на него заходишь, и, собственно, в принципе, он должен стать, потому что я, кажется, показывал, как его ставить. Уже не помню, но я, кажется, показывал. Нажимаешь «Добавить слайд». Выбираешь ту картинку, которую будет у тебя, да? Как бы за место заголовка нажимаешь «Добавить». А, да? Добавили. Так, смотри. Сюда же можно ставить ссылочку и так далее, но это ты и знаешь. Смотри, размеры. 1280 на 106, да? Почему такие размеры? Потому что у меня ширина колонки 1280 на 106. Значит, нужно использовать и такие же размеры. Сейчас я еще раз обновлю. Так, обновляется. Хочу, чтобы пропала эта картинка, да, заголовка. То есть, ширина колонки вот такая у нас. Если ты будешь использовать полную ширину, то у тебя должны быть в настройках мета-слайдера другие цифры. Как узнать, какая будет ширина, да? Сейчас покажу. Нажимаешь вот здесь «Настроить», чтобы посмотреть, какая ширина. Далее. Далее, далее, далее. Загружается. Так, подожду немножко. Так, прокручиваешь вниз, нажимаешь «Дизайн». И вот здесь макет сайта. Смотри, вот здесь пишется эта ширина. 1280, 978, да, или 1218. То есть, вот тут прописана ширина. Вот у меня такой макет стоит. 978, да? И вот. Ну, вот здесь эти цифры указаны. Итак, я выйду отсюда. И вернемся к слайдеру. Вот мы сделали, да, это. У меня это называется «Шапка сайта», да? И нажимаю «Сохранить». Размеры стоят. Но тут ширина, конечно, у меня стоит 106, а у меня ширина картинки, конечно, больше. Но я просто для примера покажу. Давай. Сейчас посмотрим ширину картинки. Вот этой, да? И здесь поставим эту цифру. Потому что я не помню. Зайдем вот здесь. На консоль. Зайдем в медиафайл, в библиотека. Просто для того, чтобы отображалось все красиво. Смотри, я тебе сейчас просто все показываю. Далее я тебе дам все видеоуроки, как настраивать эту тему, да? Ты все это сможешь посмотреть. Так, ширина 351. Вот здесь вот 351, у меня указано, да? Вот давай так и сделаем. Попробуем. Так. Мы здесь прописываем 351. Сохранить. Вот этот я удалю. У меня здесь вот была надпись. Вот эту картинку я удалю. Так. Удалить. Окей. Сохранить. Так. И теперь мы знаем, что называется наш слайд шапка сайта. И этот слайд надо поставить в сайдбар заголовка. Ищем мета слайдер, наш виджет. Так, так, так. Секундочку. Вот он, мета слайдер. Перетягиваем его сюда. Сайдбар заголовка. Так, выбираем шапка сайта. Название ничего не написать. Нажимаем сохранить. Так, давай проверим. Все ли у нас получилось. Сохранили. И теперь переходим на нашу страницу сайта. Так. Что-то долго грузит. Ну, так как у меня тут и там еще несколько программ работает, поэтому, наверное... Ладно, открою новую вкладку. Наконец-то. Не сработало. Но сейчас я... Одну секунду, я сейчас все сделаю. Так. Сохранить. Шапка сайта. Далее. Вешний вид. Виджеты. Значит, и в виджетах не сохранилось. Сейчас зайдем. В виджеты. Сайдбар заголовка. Да, виджетах тут не сохранилось. Еще раз перетягиваем мета слайдер. Перетянули. Далее. Выбираем шапку сайта. И далее нажимаем сохранить. Сохранить. Теперь обновим эту страницу. И у нас должно здесь вот таким образом появиться наш заголовок. Естественно, он уже идет не во всю ширину, но вот еще можно таким образом. В чем плюс слайдер? Реализовывать это через слайдер. Если ты это делаешь через слайдер, то ты можешь на заголовке, то есть на этот слайдер поставить ссылочки. И они могут листаться. То есть, ну например, давай в слайдер добавим еще одну картинку. И просто будут они пролистываться, и можно будет на них нажимать и переключаться на другие вещи. Любую другую картинку добавлю просто для примера. Вот эту, например. То есть, сохраняю, возвращаюсь сюда, обновляю. То есть, это не будет не только как, но еще это будет как слайдер, да? Будет перелистываться страничка, и будет меняться картинка. Так тоже можно сделать. То есть, видишь, все меняется. Также можно включить здесь, ну ты знаешь, наверное, показывать стрелочки, чтобы человек сам мог тоже пролистывать. А вот сюда вставить ссылки на картинки, чтобы человек мог осмотреть вот здесь, да? Если он захотел перейти на какую-то картинку, да? Допустим, ты что-то рекламируешь или продаешь, да? Вот он мог это сам пролистнуть и нажать перейти, да? На какую-то услугу или еще что-то. На какую-то страницу-другую, да? Теперь вопрос по поводу того, как это зафиксировать, чтобы заголовок, да, не прокручивался, чтобы он фиксировался, да? Вот, допустим, вот здесь, хоп, и зафиксировался. Сейчас тебе это тоже покажу. Конечно, думал, что я покажу все намного быстрее, но, к сожалению, это не получилось. Так, угу, я понял. Угу, смотри, тут нам тоже понадобится один плагин, который называется FixedWidget. Сейчас мы зайдем в плагины. Кстати, я его устанавливал, возможно, я его просто отключил. Сейчас посмотрим. Так. Сейчас, сейчас я его найду. Ага. Он у меня здесь не стоит. Сейчас я секундочку поставлю на паузу. Найду этот плагин и тебе продемонстрирую далее, как действовать. Угу. Все, нашел название этого плагина. Давай его добавим. Нажимаю добавить. И вот сюда прописываем следующее название. Смотри. Вот как будет называться этот плагин. OISQ2YW3. Ну, в принципе, можно прописать FixedWidget. И вот это вот в скобочках. И он найдется. Вот этот плагин нужно добавить для того, чтобы зафиксировать любой виджет, или там, допустим, заголовок. Нажимаем вставить. Вставляем, да? Вставили. И нажимаем Enter. Вот этот плагин. Вот так он выглядит. Нажимаем детали. Вот так он еще раз выглядит. И, в общем, его устанавливаем. Устанавливаем этот плагин. С помощью этого плагина мы реализуем... Зафиксируем заголовок. В общем, все будет работать. Нажимаем Активировать плагин. Активировать плагин. И далее вот здесь, внешний вид, есть такая надпись FixedWidget. Заходим сюда. Смотри, мы сейчас будем одновременно настраивать плагин и одновременно смотреть, как на это реагирует заголовок. То есть, вот как это сейчас будет происходить. Возвращаемся на наш сайт. И вот наш... Да? Заголовок, он прокручивается полностью. Нам надо сделать, чтобы он не прокручивался. Как это сделаем? Давай откроем еще одну вкладочку. Нет, давай сначала перейдем в виджеты. Переходим в виджеты. Переходим в виджеты. Заходим в сайт бар заголовка. Открываем его. И открываем наш виджет. И внизу, видишь, появилась надпись. Вот тут внизу появилась надпись Зафиксирует виджет и галочка. Ставим здесь галочку и ставим сохранить. И также ты сможешь зафиксировать любой виджет на своем сайте. С помощью этой галочки. Теперь смотри. Давай перейдем опять на наш сайт. И посмотрим, фиксируется ли наш виджет. И когда он начинает фиксироваться. Мы прокручиваем. И он вот так вот фиксируется. То есть, ну, не совсем красиво, но он фиксируется. А вот тут, конечно, проблема с плагином или еще с чем-то. Итак, давай посмотрим. Верхний отступ 10 пикселей. Допустим, поставим 0. Поставим 0. Интервал в миллисекундах. Ну, пускай будет 0. Не, не 0. Ширин на брозер, окна. Откладки стилей скриптов. Задействует... Ладно, тут надо долго, наверное, мне самому разобраться. Ну, я попробую все-таки это зафиксировать. Чтобы он у нас зафиксировался. Ну, да. Немножко не совпадает. Он нам перекидывает его. И текст ложится сверху. Ну, текст ложится... Какое у нас меню перекидывается сверху. Ну, значит, немножко не получится у нас эту штуку провернуть. Ну, смотри. Да. Я думал, что получится, но оказалось нет. Смотри. Зафиксировать, да, у нас не получается именно заголовок, да. Но расположить его красиво, либо сделать как слайдер, да, либо просто как заголовок вставить вверху или внизу, это получилось. Может быть, в будущем я найду решение этой проблемы, чтобы это сделать. Чтобы заголовок, когда мы протягиваем кверху, да, он у нас фиксировался. А тема, допустим, сайт прокручивался под него, а не сверху него. Может быть, в будущем я найду решение. Ну, а сейчас, конечно, пока так. Так, ну, смотри, в принципе, ты не зря установил этот плагин Fixate Widget, потому что, например, если ты хочешь зафиксировать какой-то виджет, да, там, в правом боковом сайт баре, либо в левом, ты можешь это делать, и тут не будет уже накладываться одно на другое. Итак, давай вернем это к первоначальному состоянию всем. Так, настроить виджеты. Так, я удалю это просто и... Удалю виджет. Ну, смотри, что хочу сказать. Все зависит, конечно, от твоей цели, да. Если ты хочешь здесь реализовать вот такой заголовок, ты просто вставляешь виджет слайдер, да. Можешь сделать один слайд, загрузить тогда он... И поставить на него ссылку даже. А можешь несколько слайдов, чтобы человек мог так вот просматривать. Тогда здесь остаются белые поля. Либо можешь сделать просто картинку как заголовок, не как слайдер, а как заголовок реализовать. Вот, либо расположить это сверху, либо расположить это снизу, да. Сделать это так. Вот что я тебе предлагаю. Конечно, прям прямого решения, как зафиксировать, я не нашел. Думал, что это сработает, но оказалось нет. Далее, смотри, по поводу уроков. Как настраивать эту тему? Я на самом деле записывал видеокурс по быстрому запуску сайта. И у меня, собственно, этот видеокурс есть, да. Как бы он работает. И тут все про этот сайт. Естественно, там я рассказываю основные первые пять видео, как быстро запускать сайт. А следующие видео идут касаемо настройки всего этого сайта. То есть, там будет все, как настраивать, располагать. Но смотри, там будет все в общем характере, да. Там не будет больших подробностей. Там буду я показывать просто для понимания. Потому что этот видеокурс был сделан только с одной целью. Для того, чтобы человек мог быстро запускать сайт, да, создавать. Ну и сама эта тема, она универсальная, под любую тематику подходит. Вот. А что еще? Смотри. Этот видеокурс ты сможешь посмотреть, перейдя по ссылочке, которая будет вторая ссылка. Первая ссылка – это то, что ты сейчас смотришь видео. А вторая ссылка – это как раз будет у нас видеокурс, да. Ну вот. И вот сможешь посмотреть. Сейчас я тебе открою этот, этот видеокурс. То есть, просто покажу, откуда тебе надо начать смотреть, чтобы пользоваться темой вот этой, да, которая называется Spexios. И ее настраивать, да. Вот. Вот этот видеокурс. Смотри. Ссылочку я эту, конечно, замажу, чтобы она не была в общем доступе, так как это мой видеокурс, я его продаю. Но тебе он достался вот так, как бы в подарок, можно сказать. Смотри. Первые уроки здесь идут. Это быстрые, очень быстрые уроки по быстрому запуску, как быстро создание сайта. Тут нет ничего лишнего. Тут я быстро показываю, что и как делаю, чтобы появился быстрый сайт. А вот начиная с пятого урока и далее. Вот пятый урок, установка темы и краткий обзор. И далее остальные уроки. Тут тебе нужно будет посмотреть. Уроков не так много. 16 всего. А ты смотришь с пятого. Значит, получается всего 11 уроков. Но у тебя зато будет самая лучшая тема сайта или шаблон самый лучший. То есть, дальше ты его сможешь настраивать. В будущем, может быть, я найду решение, как настраивать так заголовок, фиксировать его, чтобы именно сайт при прокручивании проходил под заголовок, а не сверху него. В письме... Сейчас, пока у меня здесь загружается. Сейчас хочу поменять. Сделать еще вот так. В письме, в котором ты получила, да? Сейчас покажу еще раз. Пускай будет так. В письме, которое ты получила от меня. Вот так, допустим, пускай останется. Вот здесь, во второй ссылочке будет ссылка на этот видеокурс. То есть, вот тут перейдешь по ней. Вот. А на этом все. Надеюсь, я смог тебе помочь. С тобой был Анатолий Быков, Джилав. Пока.